Всем привет! Сегодня вечерком поговорим мы о британских боевых рубахах. Да, мне пришла еще одна интересная британская посылка. Ну, собственно, что тут особо-то вы все, наверное, знаете. Взял себе за 170 рублей вот такие вот варежки, которые по локоть делают вашу руку водонепроницаемой. Очень удобно мыть в холодной воде машину, работать со всякими морскими канатами, на плоту сплавляешься с веслами. То есть руки останутся в ледяной воде сухими и теплыми. Но речь сегодня не о них, а вот об этих вещах. Британские боевые рубахи. Ну, собственно, у них два типа брони. Первое – это противоосколочники вот такие легкие, дышащие, простенькие. И вторые – они вот из кордуры. Внутри у них идет воздуха, такая вот проницаемая ткань. Руки, шея у нас остаются открытыми. Что в армии у них на вооружении. Прямо штатно поступает уже со времен Ирака. Первое, что давным-давно у них уже было – это вот такие рубашки. Они тоненькие, приятные, на ощупь дышат. Почему они боевые? Обратите внимание, как у них плоско сделаны карманы. То есть в них можно вставить какие-то амортизаторы, фигнюшки, кевларовые пакеты, чтобы прикрыть район легких, район сердца. Также у них, во-первых, воротничок, стоечка, что очень удобно, чтобы не натирало тебе ничего. В рукавах идут косые карманы. И вот здесь, в районе локтя, у них вот такие вставки, куда они вставляют неопреновые чехлы. Не чехлы, а амортизаторы. Вот неопрен хорошо взаимодействует с водой. То есть ты локоть поставил, у тебя все гнется, мягенько. Очень удобно. Соответственно, можно поставить и какую-то баллистику. Здесь вот на пуговках. Здесь крепление под звание. И внизу ничего нет. То есть ты на выпуск носишь, и у тебя идет вентиляция. Можно под заправку. На спине ничего нет. То есть простая, легкая, удобная. И второй вариант. Это комбат ширт. Вот он еще в расцветке пустыни. Дезерт ДПМ. Которая сейчас уже снята с вооружения, как несколько лет. На жаркую погоду. То есть она рассчитана как косые карманы. Тоже здесь материал Кул Макс тоненький, дышащий. И вот эти рукава у некоторых курток, они огнестойкие. То есть они прям даже прописаны в ярлычке. У меня, к сожалению, ярлычки все срезаны. Здесь стоечка-воротник тоже с Кул Максом. И вы, соответственно, подмышки. Видите, тоже дышащие. Сюда тоже вставляются мягкие локти. Собственно, когда одеваете бронежилет, то есть он у вас закрывает вот так вот у вас. И район торса у вас все равно потеет. Потому что здесь у вас кевлар, он не продувается, ничего тут нету. Двойная ткань. А с обычной рубашкой у вас получается тройная даже ткань. Зимой, может быть, это без разницы. Но, поверьте, в жарком климате это все очень сильно преет. И вот с Кул Максом ты тоже потеешь. Потому что не потеет только мертвый. Но дышит очень хорошо. Очень пот выпускает и быстро высыхает. При этом рукава ты можешь закатать вот так вот, если тебе надо. Вот я, кстати, еще бонусом получил вот такие подсумки под фляжки. Они под некоторые наши фляжки. У них уже, смотрите, кстати, подсумки под пустыню. Это вот голландские. 93-й год. Обалдеть, ребята. Это первая чеченская компания. Они уже были вот с таким материалом, который термоизоляционный. То есть он сохраняет воду от нагревания и теплую от охлаждения. Ну, по системе водообеспечения мы поговорим, что такое гидратор. И зачем он нужен в ближайшее время. Я потому что собрал он. У меня там стоит система уже. И еще одну приколюху хочу показать. То есть, когда вы работаете, начинается дождик, вы одеваете гортекс. Его можно порвать. Вот у них еще есть одна интересная фишка к этой боевой рубашке. Это вот такая подстежка на случай плохой погоды. То есть, это вот жара. Это что-то такое средненькое, даже ближе к холоду. И вот у вас наступает моросящий дождь, холодная. Ветер с моря дул. И вот такая подкладочка. Это голландцы. Она пристегивается к внутрянке. И полностью водонепроницаемая. То есть, все швы вот у нее проклеены. Лентой гортекс. Она вот беленькая. Видите, такой материал. А вот это вот сверху как армирование идет, чтобы гортекс не слазил. Внутри она идет вторым слоем подкладка. То есть, ты можешь такую куртку нести прямо в подсумке. И очень быстро вот на пуговке пристегнуть. Либо вот у меня некоторые ребятишки на байдарке, когда мы идем, прям вот так вот одевают ее. Пристегиваются. И прям так гоняют. Она без капюшона, потому что у тебя на голове одет шлем. Да? У них прям путем отрезания капюшона ты должен носить какой-то головной убор. И скорее всего это шлем. То есть, вот там таким вот хитрым образом они озадачивают. Он тоже, видите, со стоечкой. То есть, воротничок стоечкой под стоечку. Чтобы тебе за шиворот не затекало со шлема. Ветром не задувало. И это, кто не знает, мембрана, она дышит и выпускает пар. При этом она ветра непродуваемая вообще. И из нее делают гидрокостюмы. То есть, вы можете представить, что сюда лейхать из ведра. Прямо вот три дня будет ли, четыре дня, ни швы, ничего не потечет. Почему подстежка? Потому что ты же все равно на войне, да? Рукава у тебя боевые. То есть, они у тебя защищают от порезов, от огня. А гортекс, он сам по себе никак не защищает. То есть, если его одеть сверху, ты его порежешь. Да, он чуть прочнее, чем баллония. Но вот тоже, кстати, гортексовский материал. Вот так вот выглядит красивый новый гортекс. Вот он прям, видите, с бирочкой. Прям вот, прям вот-вот-вот. Только со склада, короче. Он блястючий. Все прошито, проклеено. Вот. И это чисто вот от дождя, от мокрого снега. Очень компактно складывается, очень легкая. Вот. То есть, вот вам на три климатические зоны, три варианта поддевки под броню от британской армии.